Добрый день! В эфире КФУ Лайф, программа, в которой мы говорим о поступлении в Казанский Федеральный Университет. Сегодня у нас в гостях Институт дизайна и пространственных искусств. На ваши вопросы ответят директор Института Набиулина Карина Рашидовна, заместитель директора по развитию Новиков Степан Викторович, и заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств Юмагулова Венера Маратовна. И давайте начнем со вступительного слова, предоставляю его Карине Рашидовне и Набиулиной. Добрый день, друзья! Институт дизайна и пространственных искусств КФУ – это уникальное, особенное место, где творческие и смелые люди могут реализовать себя, попробовать себя в преобразовании пространства, попробовать в коммуникативном дизайне, в графическом дизайне и преобразовать офлайн мир. Кроме того, мы предлагаем такие возможности по коммерциализации своих наработок уже на первом, на втором, на третьем курсе, получение финансирования под свои творческие проекты, ну и, конечно, мощную поддержку наставников. Этим мы отличаемся, поэтому для нас очень важен прием 2023 года. Для нас важны именно качественные характеристики. Мы набираем ограниченное количество ребят в этом году, но предполагаем, что это будут очень сильные ребята, очень смелые и целеустремленные. Спасибо. Давайте тогда начнем с того, какие вообще есть направления подготовки на бакалавриате. Помимо наших традиционных программ, это коммуникативный дизайн, который пользуется наибольшей популярностью, и действительно поступить на коммуникативный дизайн очень трудно, но обучение там того стоит. Это такие универсальные бойцы, которые прекрасно владеют графическими программами, которые анимацией, моушн-дизайном владеют, но и, кроме этого, умеют преобразовать пространство. Кроме этого, в этом году у нас новая программа по архитектуре, и Степан Викторович о ней подробно расскажет. Традиционно у нас пользуются популярностью очно-заочные форматы. Здесь мы предлагаем моушн-дизайн и новую программу фэшн-дизайн. Тоже вот Венера Маратна с куратор этой программы. Магистратура. Это в этом году тоже уникальное предложение. Это наш совместный проект с IT, нашими институтами информационных технологий, институтом и вычислительной математикой. Мы предлагаем UX-UI-дизайн. Это специалисты, которые обладают и творческими компетенциями, и в то же время у них очень много IT-компетенций они приобретают. Поэтому это имеет особую ценность. Кроме того, в магистратуру могут поступить и те люди, которые видят себя в будущем в образовании, но также образование в сфере дизайна и архитектуры. Такая программа, она тоже есть. Степан Викторович, может быть, вы добавите про архитектуру? В этом году, не многие, наверное, еще знают, слышали, что в этом году у нас открылось новое направление, направление архитектуры, профиль архитектуры и инженерии. На этом направлении мы будем заниматься непосредственно архитектурой, проектировать объекты, здания, в том числе и пространственную среду. Ну и немаловажный аспект в сегодняшнем дне, да и всегда было, это включение объекта в инженерную систему и города, и внутри самого здания тоже на сегодняшний день технологии играют большую роль. Так что из-за этого у нас профиль архитектуры и инженерии, то есть мы будем заниматься как проектированием объектов, так и понимать и объяснять, как эти объекты будут функционировать с точки зрения освещения, коммуникаций, чтобы человек был не просто художником, скажем так, который рисует дома, а человек, который может и нарисовать, и построить этот объект. Кроме того, интересная программа, она тоже традиционная для нашего университета. Эта программа связана с дизайном интерьера и с предметным и промышленным дизайном. Это сегодня как никогда актуально. Мы видим, что сегодня у нас мир немного стал иной, и мы понимаем, насколько важны творческие ребята, которые способны создать предметы как в области промышленного дизайна, так и интерьерного и экстерьерного дизайна. Насколько важны эти компетенции, насколько важен сегодня дизайн для российского производителя. И спрос на таких специалистов, он есть уже сегодня. Мы понимаем, что ребята всегда найдут место приложения труда, причем с достаточно высокой оплатой труда. И я также думаю, что в нынешних реалиях, как никогда, интересна программа фэшн-дизайна. Да, Венера Маратна, там какие компетенции вы предлагаете? Мы в планах реализации этой программы, конечно, готовим ребят к работе в фэшн-индустрии, в креативной индустрии. Основные дисциплины будут направлены на обучение работе с текстилем. То есть это будет разработка коллекции, естественно, для того, чтобы работать с материалом необходимые знания, в том числе по изучению искусства костюма, по изучению мировых трендов. Это однозначно брендирование, маркетология в том числе тоже будет, скажем, в планах обучения. Ну и помимо той работы, которая, как мы всегда понимаем, происходит в работе над текстилем, с материалом, мы предусматриваем очень хорошую мощную подготовку в плане цифрового обучения, создание коллекций уже в диджитал-формате, то есть вот такого уровня, скажем, обучения предполагается на нашем новом направлении. Поэтому интерес очень огромный, тем более мы видим ситуацию в мире, она очень сильно сейчас меняется, у нас очень много крупных, скажем, да, игроков именно вот, да, торговых уходит с рынка, поэтому занять эту нишу сейчас, ну, очень такая хорошая почва, скажем, поэтому специалисты в этой индустрии сегодня, ну, очень-очень востребованы. Спасибо. Теперь давайте перейдем к тому, как подготовиться к поступлению в ваш институт. Вообще. Самым важным компонентом, помимо прочих экзаменов, конечно, является экзамен по рисунку. Здесь необходимо, помимо творческой подготовки в художественных школах, все-таки понимать, что важны и основы архитектурного рисунка. У нас в этом году есть и программы, связанные, можно прийти к нам после 9 класса обучаться в университет, можно прийти после 11 класса, и все равно у вас вступительное испытание, одно из важнейших будет рисунок. Светлана Викторович, какие требования, вот вы у нас тоже в комиссии, которая оценивает результаты рисунка, вот какие ключевые требования вы предъявляете? Ну, ключевые требования, чтобы это был линейно-конструктивный рисунок, то есть это мы должны видеть, как абитуриент простраивает полностью фигуры, это первое. Второе, это, конечно, компоновка на листе, да, третье, это, что предметы должны быть изображены именно те, которые стоят перед вами, то есть если это куб, он не должен превратиться в параллелепипед, да, например, вот, то есть пропорции обязательно нужно сохранять. Вот, собственно, перспектива, да, то есть не должно быть искаженной перспективы, ну, аккуратность, конечно же, графичность работы, вот. Постановка у нас состоит из трех геометрических фигур и двух бытовых, два бытовых предмета. Бытовые предметы — это кувшины, вазы, геометрические фигуры, это гипсовые кубы, призмы, пирамиды, цилиндр, может быть. Вот, собственно, я думаю, кто так или иначе занимался рисунком, те понимают, о чем я говорю, кто не понимает, о чем я говорю, у нас есть подготовительные курсы, на которые можно походить и, как бы, по крайней мере, узнать, что от вас будет требоваться на экзамене. Я думаю, многие задаются вопросом, вот если человек вообще никогда не рисовал, не брал курсы по дизайну, есть ли шанс поступить? Шансы есть, есть, ну, кто, наверное, вообще никогда не рисовал, наверное, вряд ли они пойдут к нам в институт, но кто так или иначе увлекался рисованием, не обязательно ходил в художественную школу, да, либо какие-то курсы проходил, а просто хорошо рисует и часто рисует. Я думаю, у таких ребят тоже есть, конечно, возможность, есть шансы поступить, потому что, ну, у многих, как бы, врожденное понимание, как бы, то, что они видят, как это зафиксировать, зарисовать, и такие примеры у нас есть, когда такие ребята поступают. Вот, ну, все равно лучше, конечно, посмотреть, у нас, в общем-то, и на сайте представлена работа, какие примерно будут, да, потренироваться дома, либо записаться на курсы. Курсы у нас разного формата есть, онлайн формат, есть офлайн формат, месячные, двухмесячные, недельные курсы есть, то есть для себя вы тоже можете что-то подобрать. И если ребята поступают к нам после девятого класса, то они приносят к нам свой аттестат, и они приносят, и они приходят на рисунок, сдают рисунок, он, конечно, немного проще, чем уже после одиннадцатого класса, когда поступающий приходит, но, тем не менее, он обязателен. Если говорить про магистратуру, здесь тоже у нас особый порядок поступления. Магистратуру в этом году мы принимаем, венер-моразм, какой у нас порядок? Магистратура, вот в этом году, да, у нас пять направлений подготовки, пять профилей по магистратуре. В целом прием идет, ну, таким обычным, да, путем мы принимаем по документам необходимым, и при сдаче они у нас дают устный экзамен на ряд направлений. Идет собеседование, мотивационное письмо, ну, и мы просим все-таки представить портфолио. Мы понимаем, что здесь уже осознанный выбор каждого человека, и относимся уже как все-таки имеющим некий опыт профессии к ребятам, либо которые изучали и понимают, что свою траекторию хотят связать с архитектурой и дизайном. Если говорить о программах бакалавриата, то здесь тоже свои особенности приема у нас, верно? Да, да, у нас на основные профили идет три вступительных экзамена, два из них идут по результатам ЕГЭ, одно может быть вот как раз наш творческий экзамен. Значит, по ЕГЭ они обязательно представляют русский язык, на ряд профилей у нас вариант идет, это история, общество знания, иностранный язык, как второй экзамен, ну, и, соответственно, третий — это рисунок. На фэйшн-дизайне у нас прием идет по трем, это русский язык, литература и творческий экзамен. И вот особенность у нас на наш новое направление, на наш новый профиль, связанный с архитектурой, там ребята должны нам представить результаты русского языка, математики, и наш творческий экзамен задают по рисунку. Есть вопрос от зрителя в чате. Как оценивается штриховка в работе? Штриховка у нас, она не обязательная, да, но с помощью штриховки можно, штриховку можно использовать, кто ей владеет, но иногда штриховкой можно все испортить. Так что мы рекомендуем ее делать тем, кто реально, ну, уверен, да, в том, что он, ну, улучшит качество работы. Конечно, работа со штрихом, она смотрится более эффектнее, вот, и она всегда будет, ну, не всегда, если штрих хороший, она, конечно, добавит баллов в работе, но если, ну, бывают такие случаи, что штриховкой можно все испортить. Если человек, в принципе, не умеет штриховать, он может очень сильно испортить свою фигуру, и, наоборот, исказить ее пропорции и перспективу испортить. Так что со штрихом надо быть аккуратным. Я рекомендую штрих все-таки давать такой ненавязчивый, очень легкий, деликатный, чтобы просто выявить передний и задний план. Спасибо. Давайте поговорим про графический дизайн теперь, вот, как проходит процесс обучения на этом направлении. Графический дизайн у нас изучается в рамках программы «Коммуникативный дизайн», он у нас, ну, несколько шире, потому что мы добавляем еще элементы, дополнительные элементы медиа, анимации, это тоже очень важно, плюс работа с пространством. Одним из важнейших компонентов это является владение всеми актуальными графическими программами. Кроме того, что у нас важно на коммуникативном дизайне? Ну, на коммуникативном дизайне, мне кажется, главное, это, конечно, креативный мозг, да, это фантазия, то есть тут надо очень много придумывать, то есть и как лучше тот продукт будет коммуницировать с человеком. Из-за этого здесь важно, именно, на мой взгляд, самое важное, это фантазия, умение фантазировать, желание придумывать что-то новое в этом плане, да. Понятно, что здесь должно быть еще, ну, наверное, желание работать с компьютерными, да, программами, потому что их достаточно много на сегодняшний день, и работа с компьютером, она также очень важна. Но в то же время здесь важно и умение рисовать рукой, да, то есть чувствовать пластику линии, потому что все начинается с карандаша, и в современном мире ручная графика, она порой ценится даже больше, чем компьютерная. Ну, а в идеале это комбинировать ручную и компьютерную графику, и, следовательно, вот, ну, такой вот интересный человек. Здесь, наверное, не так важны знания, ну, точнее, желания, как, например, если ты хочешь стать архитектором, да, то здесь, наверное, должно быть желание проектировать города, дома, там, улицы, пространство, то есть более такой масштабный, да, глобальный подход, ну, и желание у человека должны быть. А здесь больше именно локальный, ориентированный на конкретного человека, да, то есть такой очень педантичный подход должен быть, ну, и сам человек должен быть такой открытый мир, и, в котором будет желание как-то вот облегчить жизнь человеку. Моушн-дизайн — это очень важные навыки владения моушн-дизайном для этого направления подготовки, и также у них большой блок, связанный вот с этим, с этими дисциплинами. Кроме того, важна ребятам и насмотренность, поэтому для нас важной компонентой в обучении является организация выездов, стажировок студентов за рубеж, студенческой мобильностью. Мы сегодня очень серьезно относимся к развитию партнерских отношений с другими вузами. Сегодня интерес представляют древнейшие вузы Каира, с ними мы проводим сегодня встречи, чтобы как раз имели наши ребята возможность выезжать туда на практику. Там интересная культура, очень богатая. Интерес представляют и ближайшие страны, это, например, наши партнеры из Узбекистана, которые также очень открыты к нашим студентам, это тоже колорит, своя атмосфера, и ведь насмотренность, она важна. Ну и, безусловно, Турция, с которой у нас уже прекрасные отношения, которые также ждут наших ребят. Кроме того, студенты коммуникативного дизайна в большей степени у нас выезжают в другие города, в креативные агентства, к творческим ребятам, которые уже сегодня работают в сфере, которые успешны в этой части, и таким образом их практика тоже становится разнообразной. Они смотрят кейсы реальные, смотрят себя, примеряют себя, насколько их компетенции совпадают. И, безусловно, мы уделяем важнейшее внимание, как можно раньше начать предлагать ребятам различные активности, связанные с коммерциализацией их наработок. Это стартапы студенческие, мы видим, что сегодня большая грантовая поддержка под эти блоки. Кроме того, это возможность делать самостоятельно, как физическое лицо, отдельные творческие проекты. Если первый курс, это связано с оформлением и небольшими активностями. Если второй курс, здесь уже мошен, анимация, то, что они могут создавать для реального потребителя. Но на старших курсах, безусловно, идет уже их специализация по профессии, которую они видят. Применение их труда очень широкое. Здесь и рекламный бизнес, и связанный со строительством аспекты, и с позиционером отдельных компаний, с брендом, с полиграфией, с журналами, и, безусловно, с различными шоу и анимацией мультимедиа. Очень интересно. А вот человек, поступая, например, на графический, моушен-дизайн, он уже должен иметь какие-то навыки в компьютерных программах, с которыми будете работать? У нас очень сильный этот блок, и мы обучим. Потому что здесь важно подходить с точки зрения баланса образовательной программы. Недостаточно прекрасно владеть только компьютерными программами, это можно освоить и на курсах, ну, неплохо. Но важно, чтобы основы проектирования, они у тебя давали тебе определенное чувство баланса, пропорций, цветовых решений, композиции. Это вот такая вот база, которую важно изучать и применять, когда ты используешь графические программы. Кроме того, ручная графика, она тоже отрабатывает эти навыки, которые ребятам потом пригодятся, когда они уже будут создавать проекты в диджитал-пространстве, в диджитал-среде. Ну и пусть ребята не боятся, как бы начинаем мы все равно с ручной графики, то есть практически весь год, в конце года только компьютерные программы уже включают. За это время они уже понимают, там, какие ноутбуки можно приобрести, да, то есть свои, то есть они накупают эти моменты, устанавливают программы. То есть в этом плане бояться не надо, здесь никаких таких резкостей, ну, в учебном процессе не будет. Скорее волнительно поступить ребятам, потому что конкурс очень большой, и действительно со второго курса ребята будут иметь возможность уже применять свои навыки и даже немного зарабатывать, пусть и очень скромно первое время. И эта программа одна из самых дорогих, мы понимаем, потому что у них себестоимость, обучение и настолько высоко квалифицированные преподаватели, которые и определенную оплату труда предполагают. Поэтому программа достаточно дорогостоящая, но мы понимаем, что если есть желание, то нужно идти за своей мечтой. Сегодня есть прекрасные возможности, например, наш партнер Сбербанк, у них уникальная возможность получить образовательный кредит. Он на 15 лет. Мы понимаем, что первый платеж может быть только после 9 месяцев, после окончания университета, то есть к тому моменту человек уже становится профессионалом и работает в отрасли. И там, если я не ошибаюсь, лучше, конечно, уточнить у партнеров, но если я не ошибаюсь, это 3% годовых. Поэтому это хорошая возможность для человека, у которого есть мечта, если вдруг бюджетное место, ну вот так получилось, что он не прошел, но пойти за своей мечтой, пусть и в кредит, но я думаю, что оно того будет стоить. Ведь это вопрос целеустремленности уже человека, а знания они получат необходимые. Нам задали очень много вопросов. Первый. Сколько планирует ВУЗ принять абитуриентов на дизайн интерьера промышленный и пространственный? У нас есть бюджетное количество. Думаю, что лучше свериться с планом приема. У нас большое количество, действительно, это только на бакалавриат у нас цифры, 136 мест бюджетных, они распределены по всем профилям подготовки. Единственное, мы сказали, что архитектурой мы в этом году заявляемся только впервые, поэтому у нас пока нет бюджетных мест, мы принимаем на платной основе. На всех остальных бюджетных мест достаточное количество. Если мы говорим о бюджетных местах, вот их большое количество, 136, у нас еще и предусмотрены коммерческие места. Их, конечно, будет немного меньше, но в каждой группе у нас будет соблюден баланс. Если кто-то определился с своим поступлением, мы предлагаем не затягивать вопрос поступления и оформление договоров, если вы понимаете, что вы не проходите на бюджетную основу. Нужно занимать свое место в группе. У нас практически за первую неделю приемной кампании в прошлом году мы все коммерческие места закрыли, и потом были вынуждены уже некоторым ребятам отказывать, потому что нам важен индивидуальный подход к человеку, важно дать грамотного наставника и то место, то пространство, где человек может себя реализовать. Это все-таки индивидуальный подход. Место ограничено, но, тем не менее, оно примерно равное количество бюджетных и коммерческих мест. Где можно будет узнать сроки экзаменов? Как я понимаю, рисунок, наверное, и может ли он пройти онлайн? Все верно. Онлайн тоже есть у нас такая возможность пройти. Опубликованы ли уже есть? По правилам приема, даты проведения вот этих творческих экзаменов, они предусмотрены, скажем, для очной формы обучения с 16 по 25 июля, если ориентироваться на прошлый год, это было у нас 18-19 июля, поэтому ребятам пока ориентироваться до выхода приказа, скажем, о сроках сдачи экзаменов, ориентируются пока на эти даты. Есть некоторые особенности в этом году. У нас поступление идет в одну волну, поэтому, конечно, важно, если вы хотите, внимательнее отнестись к соблюдению этих дат после выхода приказа, не пропустить их. А есть какие-то особенности в онлайн-экзамене, что нужно сделать, например, чтобы именно онлайново пойти? О, да. Онлайн-экзамены, конечно, имеют свою особенность, потому что все мы зависим сегодня от техники, от качества интернета, причем на той местности, где человек может находиться, могут быть свои особенные условия связи. У нас были очень грустные истории, которые связаны именно с техническими проблемами, с техническими ошибками, которые возникают при поступлении. Мы рекомендуем ребятам приезжать, мы понимаем, что это дополнительные расходы, но зато они знакомятся с городом, они знакомятся с вузом, в который они поступают. Тогда мы этих проблем технических сразу можем избежать. Но, конечно, если вы живете далеко, если так сложилось, что онлайн для вас единственная возможность, очень важно понять, что технические проблемы могут случиться. Так бывает. Не волноваться в связи с этим, потому что мы все люди, мы понимаем, что если поступят заявления, если случилась объективная техническая ошибка, то значит есть резервный день, когда ребята могут прийти в резервный день, также онлайн, также подключиться, заранее проверить связь. Мир не рухнул на этом, все понимают, что могут быть различные ситуации. Главное вовремя обратиться к консультантам, вовремя оформить все документы, доказать, что это не что-то корыстное, а это действительно какая-то техническая объективная проблема. Поэтому будет предоставлен резервный день. Но важно не переволноваться. От этого ведь будет зависеть, как они будут воспринимать рисунок. А там нужно сидеть не меньше трех часов. И при этом это такая творческая работа, где душевное твое состояние должно быть достаточно комфортным. Кто-нибудь пытался жульничать на этом занятии? Выдать там свой рисунок? Ой, очень строгие проверки. И здесь и паспорт нужно показать. И нельзя ни в коем случае даже просто делать резкие движения, потому что тебя снимает камера. И программа может автоматически подумать, что ты как раз хочешь жульничать. Поэтому такие случаи, на мой взгляд, исключены. Потому что человеческий фактор при съемке, при проведении экзамена, он практически отсутствует. Это не люди отслеживают, это сама программа с определенными заданными алгоритмами. Я думаю, что таких случаев не может быть. Недавно в КФУ прошла Олимпиада дизайн предмета. Расскажите, пожалуйста, какие льготы за второе место в этой Олимпиаде при поступлении в ваш институт и есть ли они вообще? Да, Олимпиада — это прекрасный инструмент, когда талантливые ребята могут к нам поступить. И даже без экзаменов, например, Марат, но здесь только победители. Да, прошла межрегиональная предметная Олимпиада КФУ. Наше направление, наша секция — это была дизайн. Действительно, так как мы знаем, читаем положение, для победителей предусмотрено поступление без вступительных испытаний. Призеры имеют возможность поступления с такой льготой, что им дают 100 баллов по вступительному испытанию творческому. Но это при условии, что все остальные результаты вступительных испытаний не менее 75. То есть они в любом случае сдают, набирают не менее 75. В этом случае, как льгота, у них может послужить, что им за творческий экзамен могут дать 100 баллов. Но это обязательно нужно все еще раз уточнять в Центральной комиссии КФУ. Потому что, скажем, это ведь уже будет такая, будем говорить, льготная категория поступающих. Поэтому все нюансы вот этого поступления, это уже может отзвучить, конечно, Центральная комиссия КФУ. Да. Каждый случай, он уникальный, особенный, тем более такой важный вопрос. Здесь действительно лучше заранее обратиться к консультантам персонально, показав все документы свои. Спасибо. У нас тут еще вопрос про рисунок. Можно ли тушевать? Вот тушевать вообще не рекомендуем. Да. То есть абитуриенты, они иногда пытаются затушевать там все за вот это вот, но на самом деле это грязно получается и пытаются сделать лучше, но получается хуже, и тушевать точно не надо. Есть только немножко где-то фон, если нужно выявить, как бы объект немножко вывести вперед, да, немножко фон там, но и то, тушевку мы не рекомендуем вообще делать. В общем, все в меру, чтобы было чисто. Мы еще затрагивали уже, начинали говорить про практику. Давайте вот поподробнее, где можно проходить практику. Да, практика зависит от выбранного направления подготовки. Важным является то, что наши преподаватели, основной состав, это люди опытные, они не только ученые и имеют ученые звания, ученые степени, но большинство из них, 80% наших сотрудников, это люди, которые работают в профессии, в которых либо собственные бюро, это архитектурные, дизайнерские бюро, это агентства в сфере креативных индустрий, которые способны делать комплексные проекты. Поэтому ребятам мы предлагаем как пройти практику и вот в этих компаниях, так и в компаниях татарстанских и по России, в Москве и в Петербурге. Первые курсы, они предполагают все-таки практику на базе университета, либо с небольшой компонентой выхода в реальный сектор экономики. Но чем старше человек становится, на старших курсах уже необходимо просто проходить на предприятии. Если мы говорим о старших курсах, где программа подготовки предполагает диджитал компоненту, то мы стараемся и в компании отправлять как раз, где диджитал компоненты очень сильны и приветствуются. А если мы говорим о архитектурных направлениях, то здесь будет, конечно, архитектурное бюро. Сегодня наш институт реализует много прикладных проектов самостоятельно. Также ребятам есть возможность и войти в команду исполнителей, и также под руководством опытного преподавателя осуществлять эту деятельность. Например, в прошлом году мы проектировали объекты молодежной политики, разрабатывали дизайн, дизайн интерьерный, дизайн экстерьерный, и здесь была возможность также ребятам подключиться к этой работе. Кроме того, в Аршине у нас идет сегодня работа по большой программе в рамках исполнения порчения Раисы Республики Татарстан. Здесь идет речь о концепции исторического поселения города Елабуги. И также наши ребята выезжали в этот город, проводили обследования, обмеры. Это тоже была для них определенная практика уже реальной работы и на таком огромном и значимом для Республики проекте. Далее у нас в сфере анимации мультимедиа по заказу в рамках финансирования Министерства молодежи Республики Татарстан проводилась работа, связанная с разработкой анимационного квеста по святому источнику. Эта работа реализована. Сегодня туристы у нас приезжают на эту территорию, наводят свой смартфон и играют в эту анимационную квест-игру, развивая туристический поток. И здесь также у нас участвовали наши студенты. Это были студенты моушн-дизайна. Ребята получили за это небольшую оплату, и сегодня у них в портфолио, помимо того, что это была для них практика, сегодня в портфолио у них есть вот такой реализованный проект, что тоже очень ценно, когда они будут уже искать себе работу после окончания университета. Вот как раз про моушн-дизайн просит рассказать чуть-чуть поподробнее про формат обучения и какие дисциплины изучаются. Моушн-дизайн у нас предполагает вечернее обучение. Здесь у нас ребятам не предоставляется общежитие, что для многих может быть очень важно, потому что приезжаются все России из-за рубежа. У нас вот как раз, если мы говорим про анимационную квест-игру, то это разрабатывалось в том числе на основе знаний, полученных на дизайн-проектирование, на такое дисциплине, которое у нас ведет преподаватель практик. Кроме этого, у них все-таки программа несколько сокращенная, потому что это очень заочный формат, у них и стоимость обучения меньше, и количество часов меньше. Безусловно, это основа проектирования в рамках их специальности и разработка подобных анимационных кейсов либо по реальным, либо по учебным нашим задачам. Помимо этого, безусловно, у нас и исторические дисциплины, и графические программы, они изучают, что также для них очень важно. Наверное, преобладающее количество часов, оно распределено как раз в рамках проектирования, где они разрабатывают свой моушн-продукт, постоянно, каждый семестр, усложняя задачи. И преобладающее большинство, это связано с изучением компьютерных программ, различных редакторов, в которых студенты будут работать уже после окончания вуза. Наверное, преобладающее большинство подобного. Но, безусловно, как и на всех творческих дисциплинах, мы понимаем, что нужны и навыки ручной графики для понимания формы пространства, важные особенности колористики и композиции. Это такая база, где вообще любой творческий человек должен чувствовать себя комфортно и владеть навыками базовыми. Просит рассказать про поступление на базе девятого класса. Это уникальный продукт. Мы наберем только одну группу. Это будет малая группа, чтобы уделить каждому обучающемуся отдельное внимание. Это программа СПО, программа дизайн. И здесь также важны владения компьютерными программами, компьютерной графикой. Мы понимаем, что здесь важны и элементы дизайна интерьера, предметного промышленного дизайна, создания различных образцов. Помимо вот этой диджитал-компоненты, важна еще и работа руками. Вообще для творческих людей во всем мире очень ценной является работа руками, изготовление образцов продукции. Мы знаем, что известные дизайнеры, кутерье, они всегда занимаются и ручным трудом, и это имеет очень высокую стоимость. Поэтому здесь такое сочетание мощной диджитал-компоненты, основ проектирования объектов и предметно-пространственной среды. И кроме этого, это уже физическое воплощение результатов своего проектирования в конкретный продукт. Ребята у нас сколько лет обучаются? Четыре года, десять месяцев. Почти четыре года. И потом ребята имеют возможность, поступив уже на бакалавриат, имеют возможность ускоренно, ведь они учатся у нас, и мы понимаем, что серьезную базу мы ребятам уже передали. Они ускоренно могут закончить и высшее образование. При этом, поскольку ребята после девятого класса к нам приходят, некоторые блокы общеобразовательной дисциплины, которые они прошли бы в своей школе в десятом-одиннадцатом классе, мы также им даем. Здесь особенностью является то, что все преподаватели являются преподавателями университета. Поэтому и подход, конечно, уже совершенно другой, как к взрослым людям, которые знают, что они хотят. Просто время — это деньги сегодня. И получается, что мы сокращаем вот этот процесс получения профессиональных компетенций. Если раньше было хорошо уходить в дизайн и в архитектуру после одиннадцатого класса, то сегодня чем раньше мы даем специальности, тем больше мы ценим этот временной ресурс. Ну и, наверное, по экзамену нужно еще сказать, по рисунку, да? То есть также экзамен-рисунок, только у нас уже три предмета, а не пять, как на бакалавриате. Это два геометрических объекта и один бытовой предмет. А все остальные правила те же самые, о которых я говорил ранее. В этом году у нас предполагаются только коммерческие места в группе. Это платное обучение, но предполагает индивидуальный подход и уже такой вузовский подход. Это уже все равно будет даже на платные места большой конкурс, раз такая маленькая группа. А вот как строятся эти баллы? По рисунку? По рисунку и по аттестату. Да, но, конечно, у нас творческие специальности, и рисунок здесь очень важен. Ну и желание. Если честно, мы очень серьезно относимся к отношению абитуриента, который поступает. Мы всегда говорим, что ребята, прикрепляйте свои личные кабинеты, также свое портфолио, наработки, мотивационные письма. Это для нас очень важно. Иногда абитуриент приходит к нам немного слабый в плане профессиональных компетенций, но с огромным желанием обучаться. И уже на первом курсе, после первого семестра он настолько впитывает эту информацию, благодаря своему усердию работоспособности, что опережает многих ребят с хорошими баллами. Очень ценно желание. Мы понимаем, что когда идут вступительные испытания, когда идет прием, в первую очередь, конечно, обращают внимание на где-то ЕГЭ, где-то вот те вступительные испытания, которые у нас обязательны. Но если баллы одинаковые, но и нужно сделать выбор, ведь количество мест определено, то здесь уже смотрят и дополнительные заслуги, дополнительные какие-то вещи. Например, портфолио и мотивационные письма здесь уже играют огромную роль. А мотивационное письмо это... Я очень хочу у вас учиться. Возьмите меня, я стану великим дизайнером. Я буду вашей гордостью. Ну вот я бы написала как-то так, чтобы в мотивационном письме. Очень много людей спрашивают про стоимость обучения. Вот где можно это уточнить? Приказ о стоимости обучения должен выйти 1 июня. Я могу сказать, что очень примерные суммы, на которые стоит ориентироваться. Но опять-таки скажу, что это примерные суммы, только чтобы сориентировать. В прошлом году у нас около 260 тысяч. Это самая дорогая программа стоила. Это поступление на коммуникативный дизайн. Здесь ребята обучаются 4 года. Около 160-180 тысяч. Это будет стоимость обучения на программе по архитектуре. Motion Design предполагает около 100 тысяч стоимость обучения. SPO также это очень высокая стоимость программы, но которая, безусловно, окупится ребятам в будущем. Это порядка даже 140 тысяч. Вот такая стоимостьная категория. Но мы понимаем, что мы даем те знания, которые ребята смогут реализовать и реализовать себя в жизни. Спрашивают зрители наши, нужно ли портфолио им при поступлении? И нужно ли показывать свои работы, какие-то грамоты за предыдущие олимпиады, конкурсы и так далее? Если мы говорим про бакалавров, то это совершенно не обязательно. Но, опять-таки, если равное количество баллов, и здесь уже работает комиссия, мы понимаем, что дополнительные сведения, портфолио, оно может сыграть роль. Грамоты не столь важны, но портфолио, работы, они очень интересны нашим комиссиям. А если уже речь о магистратуре, там, конечно, в соответствии с правилами приема, все нужно предоставить, в том числе и эти материалы. Наверное, вопрос, который волнует родителей, по большей части. Где потом работать будет их ребенок после выпуска из института? Где может работать? Да. Ну, сегодня мы считаем, что мы готовим, обучаем профессиям будущего. И очень много у нас смежных специальностей, которые позволяют как раз работать в разной сфере. Безусловно, это сфера архитектуры и дизайна, если мы говорим о предметном пространственном дизайне. Это крупные компании, где дизайнерский продукт отдельных изделий, промышленный, либо гражданские продукты, но и важные еще компании, связанные с диджитал сферой. Потому что даже при подготовке сайтов, при подготовке UX, UI дизайна для тех или иных медиапродуктов, либо предметов дизайна, это также те компании, которые это производят. Рекламные агентства, креативные компании, издательские компании, журналы. Что еще я не перечислила, коллеги? Новые сферы теперь появятся, Карина, все, что связано с дизайной индустрией. Да, модная сфера, модная индустрия. Но мы понимаем, что сегодня мир такой, когда ты можешь работать из любой точки света, если у тебя есть творческие компетенции, потому что ты прекрасно чувствуешь себя вот в этой диджитал среде. И, конечно, ребята, многие из наших поступающих, они понимают, что, возможно, они будут работать на себя, вести сразу несколько проектов в сфере креативных индустрий, диджитал индустрии, в сфере архитектуры и дизайна, они будут работать удаленно и вести некоторые таким образом проекты. Плюс мы понимаем, что здесь и речь об анимационных шоу, о маппинг-шоу, это тоже все позволяет контент генерировать и удаленно. Поэтому мы говорим о дне завтрашнем, который предполагает разные опции, как оффлайн-работу, так и в удаленном режиме. Можете еще немного рассказать про подготовительные курсы перед поступлением? У нас есть свои подготовительные курсы при институте. И я сразу говорю, что если ты закончил курс, это не значит, что у тебя будет больше баллов, это даст тебе какие-то неконкурентные преимущества. Но тебе даст это преимущество некоторые, потому что ты просто будешь обладать большим количеством знаний и навыков отработающих. На курсы можно приходить уже и в 10-м, в 11-м классе. Для поступающих на СПО также отдельное обучение, они тоже могут к нам прийти. Программы разные. Можно в онлайн-формате обучаться, можно приезжать к нам в университет. У нас на Карл Маркса проходят занятия. В основном эти занятия проходят в вечернее время. Есть и курсы выходного дня. Корректно ли будет, если я продиктую вам телефон, по которому можно записаться на курсы? Давайте тогда сделаем так. Ребята, кому это интересно, наверное, важно вам приготовить, возможно, куда записать. Итак, нашими курсами занимается Ираида Владимировна. И все детали можно узнать у нее, можно посмотреть на нашем официальном сайте, либо по номеру 8 90 63 21 86 54. Ираида Владимировна. Она ответит на ваши вопросы, запишет вас на занятия. Спасибо. Еще спрашивали, есть ли летом такие курсы? Есть летние интенсивы, они всегда предполагаются, но они очень сжатые, и мы, конечно, рекомендуем в течение года больше уделять внимание, и так планомерно готовиться к поступлению уже заранее. И заключительный вопрос. Какие советы вы можете дать для тех, кто планирует поступить в вашу ВУЗ? Ну, друзья, не волноваться, самое главное, знать, чего ты хочешь, и не запороть ЕГЭ. Наверное, это одна из важнейших. Но и в первую очередь я бы хотела сказать, что важна мотивация и смелость при поступлении к нам. Мы понимаем, что иногда знаний может быть недостаточно, мы всему научим, но для этого должны к нам поступить. Поэтому важно быть внимательным к документам, внимательным к срокам, потому что исполнение той законодательной базы, которая предусмотрена сегодня, это очень важно. Мы можем поддержать вас морально, мы можем технические какие-то проблемы увидеть и дать второй шанс. Но вот есть вещи, которые важны. Это подать документы, проверить, все ли ты подал. Если возникает малейший вопрос, консультироваться с нашими специалистами, не стесняться и иметь очень сильную мотивацию для обучения. Спасибо большое за ваши ответы, за то, что нашли время прийти в нашу студию. Спасибо, что смотрели нас. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok